Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 марта, день Порфирия. Назван в честь святого отца Порфирия, епископа Газского. Он просветил город Газу, сокрушив в нем всех идолов и воздвиг церковь по стадии города. Старину молодые мужчины в этот день обходили стороной красивых женщин, которых сегодня, согласно преданию, вселялись кикиморы. Они могли не только соблазнить парней своей красотой, но и забрать их мужскую силу, и даже заманить в лес и убить. Если в этот день утром лужи затянуты льдом к теплому лету, вообще ранняя отепель предвещала затяжную весну. Поэтому мы говорили, ранняя весна ничего не стоит, а поздняя обманет, рано затает, да долго не растает. Приметы. Если перелетные птицы вернулись раньше, быть богатому урожаю зерна. Если сегодня метет метель, лето будет прохладным. Если сегодня дует сильный ветер, заморозки скоро кончатся. Сегодня будет удачная рыбалка. Сегодня ни в коем случае не стоит сажать вербу, это к собственным похоронам. Чтобы в роду не было самоубийц, не следует брать сегодня веревку в руки. Шестые лунные сутки Энергетика этих лунных суток активирует интуитивные способности нашего сознания, что располагает к разного рода гаданиям. В Древней Руси священной и вещей, предсказывающей будущее, была птица с женской головой гамма-юн. Поэтому и лунные сутки получили это название. Энергетически активные легкие, поэтому этот день располагает к выполнению разного рода дыхательных упражнений и гимнастик. Если органы дыхания больны, то сегодня лунные сутки на лучшем образом подходят для их лечения. В этот день не переедайте, чтобы энергия, поступающая через легкие, не тратилась на пищеварение, а больше направлялась на обновление организма. Уединение и молчание сегодня приветствуются.